Привет, друзья! Редистка-эксклюзив, первый о главном. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки и комментируйте наше видео, а мы начинаем! За время войны враг потерял около 2000 танков, 234 самолета и 15 кораблей. Форбс подсчитал, сколько стоила уничтоженная украинная техника и какие потери были самыми болезненными. За шесть месяцев в Украине оккупанты лишились 12 142 единиц техники на 16,56 миллиардов долларов без учета ракет. Наибольшей потерей российской армии стал флагман Черноморского флота с мощным вооружением, ракетный крейсер «Москва» стоимостью в 750 миллионов долларов, 13 апреля украинские ракеты «Нептун» нанесли удары по Москве, на следующий день флагман пошел ко дну. Кроме Москвы, на острове Змеиный и в окрестных водах Украина уничтожила российскую технику и суда на 165 миллионов долларов. Среди них восемь зенитных комплексов типа «Втор», «Панцирь» и «Стрела» общей стоимостью более 100 миллионов долларов. До затопления Москвы самой дорогостоящей и потерей россиян был большой десантный самолет Ил-76 за 86 миллионов долларов, который силы ПВО сбили в конце февраля в небе над Васильковом Киевской области. Третьим по стоимости стал большой десантный корабль «Саратов» за 75 миллионов долларов. Украинская армия нанесла удары по кораблю, когда он находился в порту оккупированного Бердянска, доставлял туда военную технику. Топ-10 наибольших потерь россиян за единицу. Ракетный крейсер «Москва» – 750 миллионов долларов. Самолет Ил-76 – 86 миллионов долларов. Десантный корабль «Саратов» – 75 миллионов долларов. Самолет Су-30СМ – 50 миллионов долларов. Самолет Су-34 – 40 миллионов долларов. Самолет Су-35 – 32 миллиона долларов. Самолет Ил-22ПП – 30 миллионов долларов. ЗРК «Тор-М2» – 25 миллионов долларов. Судно «Василий Бех» – 21 миллион долларов. ОТРК «Искандер» – 21 миллион долларов. Как сообщили в генштабе хлопки на военном аэродроме «Саки» в Крыму 9 августа, одномоментно уничтожили 9 военных самолетов РФ. Это стало наибольшей потерей авиации РФ в течение дня не только в ходе войны в Украине, но и со времен Второй мировой. В числе уничтоженной авиатехники истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МП ориентировочно на 230 миллионов долларов. На аэродроме находился также большой десантный самолет Ил-76, но, вероятно, он успел улететь до начала взрывов. Россия назвала официальной причиной пожара халатность сотрудников аэродрома. СМИ считают, что, вероятнее всего, взрывы стали результатом украинской диверсии. Киев официально не подтвердил свою причастность. В общей сложности Россия потеряла 234 самолета на 5,3 миллиарда долларов. Это стало наиболее весомой частью – 32,1% в общих потерях армии РФ. Стоимость российской техники, которую РФ чаще всего использует в Украине, танк Т-72 – 0,5 миллионов долларов, танк Т-90 – 4 миллиона долларов. Форбс не включил в оценку потерь стоимость ракет, выпущенных Россией по Украине, либо сбитых. Их точное количество посчитать сложно. Только за первые два месяца войны РФ применила около 1300 ракет, сообщили в Генштабе. Их стоимость Форбс оценил в 7,5 миллиардов долларов. Сразу после вторжения Кремль активно использовал более дорогие точные ракеты типа «Калибр» и ракетные комплексы «Искандер». Но уже в середине лета стал переходить к старым образцам. ТРЦ «Амстор» в Кременчуге, жилой дом и база отдыха в Сергеевке были уничтожены с помощью советской ракеты Х-22. Они настолько неточны, что при их использовании избежать жертв среди мирных жителей практически невозможно. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и не забудьте перейти на наш новый телеграм-канал. Ссылки в описании.